Многоквартирный дом, в двух шагах заброшенный парк. Детской площадки детям не хватает, они идут сюда и зачастую пропадают. Юбилейный самый большой парк в городе. На площади 50 гектаров развернулись настоящие джунгли. Это уже давно заброшенная часть Барнаула. Здесь может потеряться даже взрослый, что говорить о детях. Здесь мы видим, что валяется шина и ему будет не глубоко, а немного дальше возможно скроют полностью. По Барнаулу не так много таких мест, но да, они опасны, они затягивают. Детям интересно, что внутри. Там же плавают лягушечки, пиявочки. Звонок из оперштаба, особые приметы и геоданные. Все, что нужно для поисков. Супружеская пара Надежда и Владимир ищут пропавших даже в пандемию. В поисковом отряде Лиза Алерт не больше года. На помощь приходят в любое время, даже если часы бьют полночь. Идем в лес, идем в город, ищем ночами. Дома не появляемся по нескольку дней. Но это того стоит. По данным Лиза Алерт, только с начала этого года в стране потерялось 1717 ребятишек. В Алтайском крае 30, двое из них погибли. Как правило, подростки уходят из-за конфликта в семье. Маленькие дети просто теряются или исчезают с незнакомцами. Мы проводили этот эксперимент два раза, и, к сожалению, статистика оказалась плачевной. Лично со мной даже уходили дети от 4-5 лет и до 13. Уводил сразу двух братьев, например. И я ходил минут 10 с ними по парку, и они даже ни о чем не заподозрили, не задумались. Тигренок, мороженое, встреча с мамой. Малыши клюют на любую приманку. Эксперимент Лиза Алерт прошлого года показал. Из 54 детей с чужими ушли 46. Если мы объясняем своим детям, вы объясняете своим детям о том, что нельзя ходить с незнакомым, нельзя уходить за гаражи, уходить далеко с площадки. Вот твоя территория, где ты можешь безопасно гулять и с тобой ничего не случится. То ребенок и не уйдет, не пропадет. А еще детям обязательно нужно объяснять, что враг, который может их похитить, выглядит как обычный человек, а не злодей. Если это маленькие дети, они уверены в том, что злодеи, те, кто хотят их похитить, выглядят как герои в сказках. То есть это какая-то баба-яга, это какой-то мужчина, ну, очень страшно выглядящий. На самом деле все не так. На самом деле, если дети пропадают, и если случается так, что их уводят, это обычные люди. В Америке система поиска детей более отлажена. Если ребенок играл на детской площадке и пропал из поля зрения, то об этом тут же сообщают в полицию. У нас же тянут до последнего, говорят поисковики, и могут сообщить о пропаже спустя сутки. А ведь время самое дорогое в поисках. С каждым днем шанс найти ребенка живым ослабевает. В России 46 детей, которых нет ни в списках найденных, ни в списках погибших. Среди них и девочка из Алтайского края Ксюша Бокова. Ее поиски продолжаются уже 6 лет. К слову, сегодня во всем мире неравнодушные повяжут голубую ленту на запястье, запустят воздушные шары в небо и зажгут свечи в честь тех, кто пока еще не нашел дорогу домой. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.